Осенью 2009 года по приглашению Национальной Ассоциации Карате с очередным визитом в Москву приехал главный инструктор Хомбу Додзю Японской Федерации Карате Сёту, пятикратный абсолютный чемпион Японии, трехкратный абсолютный чемпион мира, сенсей Такаси Ямагучи. Каждый приезд сенсея – это не только огромное количество восхищений и новых методов тренировки, это огромный труд. Ведь только так каратэка из человека в белом, красиво отглаженном каратэ-гей с черным поясом может превратиться в нечто действительно достойное. Японская Федерация Карате Сёту, или просто Джейки Эс, была основана в 2000 году. Являясь правоприемником Японской Ассоциации Карате группы Тэцухи Касаи, уже по факту своего существования Джейки Эс стала одной из сильнейших организаций карате в мире. Объединяя большое количество всемирно известных мастеров, таких как Тэцухи Касаи, Масао Кагава, Такаси Ямагучи, Косю Канаяма, Джейки Эс предъявляла высокие технические требования для своих учеников. И это не случайно. Додзю Джейки Эс, по мнению авторов программы Дантес, является одним из сильнейших в Токио. Высокий технический уровень инструкторов, безграничная любовь и преданность карате, жесткость и бескомпромиссность наряду с пониманием и уважением целей каждого студента, делают тренировки в Джейки Эс пригодными для всех любителей карате. Хотите заниматься карате для здоровья? Пожалуйста! Хотите выступать на соревнованиях самого высокого уровня? Добро пожаловать! Хотите быть международным инструктором карате? Всегда рады! Но не обессудьте! Карате – это боевое искусство, это дисциплина ума и тела, это труд, труд и еще раз труд. Карате – это искусство воинов, пусть не по профессиональным навыкам, но по состоянию души. И об этом вам никогда не дадут забыть, тем более в японском хомбу Додзю Джейки Эс. Близость к таким мастерам мирового уровня, как сенсей Масао Кагао, вряд ли дадут вам расслабиться. Вы заходите быть еще лучше, идти вперед, чтобы завоевать уважение мастера. Карате станет для вас не только вечерним фитнесом, но настоящим серьезным увлечением на всю жизнь. С дверями хомбу Додзю тренируются не только обычные жители Токио. Каждый день, когда зал покидают обычные студенты, начинается тренировка, о которых в современном мире карате ходят легенды. Столь беспрецедентно тяжелые и безжалостные занятия инструкторов и инструкторов-стажеров GKS. На курсы поступают ноги, а проходят их единицы. И они становятся настоящими кумирами каратеков со всего мира. И это не случайно. Токаси Ямагучи Токаси Ямагучи – один из ярчайших представителей инструкторов GKS. Шеф-инструктор штаб-квартиры GKS. Его физическая кондиция, техника и скорость просто ослепляют. Ему практически нет равных среди молодых инструкторов ситакан карате. Каждое движение, каждая техника точна и очень-очень опасна. Успешный спортсмен Сенсей Ямагучи пять раз был абсолютным чемпионом Японии и три раза мира. Он не знает, что такое сундуме. Его карате – это всегда точно в цель. Находясь с этим, в общем-то, небольшим человеком в паре, становится по-настоящему страшно. Настолько больше становится Сенсей, опаснее и острее. Его карате – это то карате, о котором все мы мечтали, зачитываясь книжками о великих мастерах и яростных схватках. Сенсей Такаси Ямагучи. Человек с душой самурая. С самого начала передачи хочу сказать – карате Джекес – это карате 21 века. Это всегда на шаг впереди. Времени, обстоятельств, техники. Методические и технические наработки позволяют карате Джекес постоянно развиваться, приспосабливаясь и используя реалии современного мира. Нельзя оставаться на месте, если хочешь идти вперед. Ну и нельзя отказываться от корней, если не хочешь повалиться, как дубь без опоры. Некоторые методические наработки остаются непонятными тем, кто любит и хочет критиковать. Но истина в том, что имеющие глаза да увидят. Карате всегда остается карате. И главное, какой смысл вы укладываете в выполняемую технику. Будьте искренними самим собой, решите. Хотите вы развиваться или критиковать? И что для вас есть само карате? Сенсей Такаси Ямагучи прошел суровую школу инструкторов-стажеров. Его техника – отточенный бриллиант. Его дух трудно смутить. Он уже давно доказал себе, кто он есть на самом деле. Он заслужил уважения, писав свое имя кровью и потом в летопись современного щетокан карате. И с кем, если не с ним, поговорить о действительно наболевшем? О том, чего хочешь узнать, но иногда не у кого спросить. О технике, жизни, системе подготовки кенчусей. Система тренировки инструкторов Японской Федерации карате-сёто или кенчусей включает в себя первый вступительный экзамен в штаб-квартире в Токио для всех кандидатов. После прохождения экзамена их ожидает два или три года обучения в Хомбу Додзю, чтобы после окончания стать щидоин – инструктором по карате. Эта система похожа на школу в том плане, что все обучение систематизировано, как в любом учебном заведении, где слушатели становятся студентами по профессиональной подготовке в карате. Чтобы стать инструктором, нужно суметь выявить у себя и продемонстрировать серьезные технические и духовные навыки, в дополнение к возможности обучать искусству карате. Я думаю, что в общей группе тренирующихся людей, не являющихся инструкторами и не желающими им стать, этих навыков не требуется. Тренировка кенчусей является очень требовательной, трудной и чрезвычайно безжалостной. Тем не менее, обучение инструкторов не является жестоким или несистематичным методом, с которыми все путают ее. Эта строгость и жесткость выражаются в том, что это очень трудно физически и духовно. Но главное, оно предполагает не только напряжение и преодоление, оно является очень организованным методом по глубокому исследованию теории карате и его применению. Кенчусей – слово как будто из далеких легенд и трудно поверить, что выпускники курсов такие же люди, как мы. Большой друг нашей программы, Кили Камал Хэлоу, проженец далекой Америки, является выпускником легендарных курсов. Он помогал нашей съемочной группе в съемках Японии и в переводе «Сенсей Ямагучи» для этой программы. По просьбе авторов, он поделился своим опытом тренировок рядом с такими мастерами, как Кагава Сенсей и действующими чемпионами Японии и мира. Мое обучение началось 1 апреля 2005 года, и я никогда не испытывал более систематизированный метод обучения, чем этот. Он требовал сил, физических и духовных, сверх того, что терпимо по нормальным человеческим меркам. Но я могу сказать, что медленно начал понимать, как выпускники этой системы развивали глубокое понимание карате. И я чувствовал очень большую честь и счастье быть частью этой системы. Я решил, что независимо от происходящего, я буду продолжать тренироваться и принимать все знания, которые инструктора делали доступными для нас, инструкторов-стажеров. Это не было легко, но я знал, что ничего хорошего в жизни не дается просто. Все достигалось только тяжелой работой, и эта подготовка не была исключением. Бесконечные повторения техник, за которыми следовало еще большее повторение в применениях, Кумите и завершающий этап кота оставляли нас опустошенными от усталости и всевозможных травм, полученных в течение каждой тренировки. Но таков был характер этого класса, и нужно было либо оставаться, либо уходить. Это было только твое решение. И я должен был учиться, чтобы узнать, поэтому я проявлял упорство, несмотря на то, какие трудности и вызовы были в тот день. Наиболее сложный аспект тренинга заключался в том, что единственная вещь, которая была постоянной, ничего не бывает постоянным. Я никогда не мог сказать, что я привыкаю к тренировкам, потому что изменение было только в нашей профессиональной подготовке. Это то, что делает обучение очень сложным. Когда я начинал привыкать к интенсивности обучения, оно существенно менялось, выводя меня из равновесия. И этот постоянный дисбаланс как раз и показывал, что нам нужно постоянно учиться, чтобы сбалансировать себя. На мой взгляд, система тренировки инструкторов является обучением человека выносливости при любых условиях и обстоятельствах. Стойкость является ключом к успеху в любой области. И мы учимся находить, как сохранять ее внутри самих себя. Это требует внимания решимости, которая начинается с правильного дыхания, что приводит к своего рода обретению тишины в окружающем хаосе. То, как мы учимся контролировать себя и свое поведение по отношению к другим. Это не касается только методов карате. Это больше, чем техника. Это знание об уважении, смирении, правдивости, терпимости и гармонии. Тренировки Кеншусея подтверждают, развитие в карате никогда не заканчивается. И поэтому карате Камала Сенсея по-прежнему развивается, но уже в качестве инструктора, доказавшего, что он стоит.